МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чуваши и программа «Спортивные надежды» и сегодня нам с вами предстоит подвести итоги 2016 года. Он был насыщенным на спортивные события и сенсации. О них и поговорим. Безусловно, ярким завершением 2016 года стала победа нашей Татьяны Акимовой на этапе Кубка мира по биатлону. Золото и бронза спортсменки оказались своеобразным подарком для всех поклонников российского биатлона. Дебютировав в составе сборной России лишь в прошлом году и став лучшим новичком сезона, поверьте, Международного союза биатлонистов, Татьяна сумела доказать, что такая награда нашла своего героя не случайно. Будем надеяться, что на стартах 2017 года Татьяна продолжит свои громкие победные выступления. В родной Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва номер два в потенциал спортсменки верили всегда. На самом деле ожидали, потому что Таня, она очень сильная спортсменка, функционально очень сильна. Наверное, не ожидали именно, что вот это будет на днях. Раз как бы Таня сама даже была очень приятно удивлена своему результату. Мы всей спортивной школой, всей биатлонной семьей от Чувашской Республики желаем ей удачи, чтобы она еще не раз поднялась на ступень пятидесятала почета. Любопытство зарубежных представителей спортивной общественности ежегодно вызывает проходящий в Чувашии открытый Кубок России по женской вольной борьбе с участием иностранных спортсменок. Не в каждой стране, а тем более в относительно небольшом регионе проходят подобные спортивно-концертные шоу. Заходишь в огромный дворец спорта, видишь эти трибуны, этих людей на этих трибунах, которые пришли поболеть. Знаете, девчонок, что сегодня показывали свое мастерство в этом зале, конечно же, это дорого стоит, потому что женская борьба не избалована зрителям, скажем прямо. И только в Чебоксарах, только в Чувашии реально мы видим зрителя, который приходит, болеет для того, чтобы побеждали наши. То шоу, которое здесь устроили, вот этот зал красивый весь, он впечатлил всех иностранных, российских спортсменов, даже тех наших девочек, которые на Олимпиаде уже были, на крупных других соревнованиях. Открытый Кубок России 2016 года запомнился не только яркими огнями и красочными выступлениями, но и высокими результатами наших спортсменок. На пьедестале оказались сразу три представительницы Чувашии. Первое место в своей весовой категории завоевала Наталья Гольц, а бронзовыми наградами порадовали Вероника Чумякова и Мария Кузнецова. Чувашии всегда вот встречают, поддерживают так сильно, вот чувствуется аура вот эта сильная, поддержка. И знакомые, и незнакомые, и родные, вот в особенности, вот они сильно болеют. И вот эта, вот эта их энергетика, она передается, чувствуется и, конечно же, помогает в победе. За что вот большое спасибо всем чуварским болельщикам. Смотрите, какие первый раз делали красивые кубки. Это вот специально, да, по спецзаказу готовили к этому Кубку России. Даже вот в следующем году ходят слухи специально вот для наших девочек и в большей степени, может, для привлечения иностранных соперниц. Такой секрет раскрою, чуть-чуть видела. Хотят очень красиво сделать кубок в виде матрешки, железной. И в центре в него будут тоже борцы женщины. Выкованы, очень красивые. Незабываемый о том, что уходящий год был олимпийским. И заключительный отбор сборной страны по легкой атлетике для участия в главных стартах четырехлетия проходил в Чебоксарах. Этот чемпионат России запомнится надолго. Именно на нашем стадионе Олимпийский после практически трехлетнего перерыва на старт вышла прыгунья с шестом Елены Есенбаева, чтобы отобраться на заключительные соревнования в своей спортивной карьере Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Заветная победная высота 4 метра 90 сантиметров далась Елене с третьей попытки. Этот результат стал лучшим не только на чемпионате России, но и в летнем сезоне 2016 года. Что я должна сказать? Главное, чему мы все дружно должны быть рады, это то, что Елена Есенбаева прыгнула в лучший результат сезона в мире. Поэтому шлю огромный привет своим соперницам из России. Я безумно счастлива, что вернулась на тот уровень, с которым ушла в декрет. Оказалось, что именно прыжок в Чебоксарах стал крайней точкой для Елены в качестве действующей спортсменки. Как всем известно, главные старты четырехлетия прошли без наших легкоатлетов и тяжелоатлетов. Сразу семь спортсменов Чувашии, получившие путевки в Рио-де-Жанейро, были лишены возможности выступить. Но представители Чувашии были на Олимпиаде. В резервном составе сборной России по спортивной гимнастике в Рио отправились Владислав Полешов и Евгения Шолгунова. Да, они не показали своей программы, однако шаг на Олимпийский путь был сделан. А вот для Ирины Калентьевой игры в Рио стали четвертыми в ее спортивной карьере. Причем благодаря ее высоким результатам в этом году был открыт региональный центр развития велоспорта «Маунтинбайка» по улице Афанасьева. Причем помимо основного вида спорта здесь тренируются гимнасты, триатлеты, фристайлисты, баскетболисты, самбисты, а также проходят уроки оздоровительного плавания. То, что для велоспорта такой прекрасный дворец спорта, но для нас это естественно, это уверенность в будущем. То есть есть немало мальчишек и девчонок, разбросанных там по разным местам, регионам. Здесь вот именно этот центр, этот комплекс, он позволяет всех собрать все сильнейшее, что есть сегодня в Чувашской республике, а может быть даже и в России, мы же сейчас рассматриваем и такой вопрос, собирать сюда и на базе вот этого комплекса создавать резервные составы сборной команды России, и конкретно по велосипедному спорту маунтинбайку. Кроме этого центра в Чебоксарах были введены два физкультурно-оздоровительных комплекса. Первый по Эгерскому бульвару, при спортивной школе имени Валерьяна Соколова. В новый ФОК переехали боксеры и пауэрлифтеры. И сегодня вот то количество людей, которое, конечно, безусловно, возросло с введением нового физкультурно-оздоровительного комплекса, мы обязательно переведем это количество в качество. Это законы природы, которые мы будем сохранять, поддерживать и улучшать. Улучшились условия и для занятий настольным теннисом. По улице Мичмана Павлова открылся ФОК спортивной школы имени Ирины Солдатовой. Теперь спортсмены будут заниматься не в подвальном помещении, а в отдельном просторном здании. Коллектив спортшколы уже строит планы по привлечению дошкольников. Этот зал позволил привлечь к учебно-тренировочному процессу не только учащихся с осенней школы, но и воспитанникам детских садов, что позволяет сделать по программам спортивной подготовки. Раньше в подвале им нельзя было заниматься, а в новом спортивном комплексе. А их вокруг три шаговые доступности. То есть сейчас в дневное время, пожалуйста, проходят тренировки. Сразу две группы из детского сада приводят воспитатели, они переодеваются и в течение часа начинают получать азы настольного тенниса, которые, в общем-то, позволят им несколько раньше стать профессиональными спортсменами. Зал площадью 1125 квадратных метров, 16 столов, тренеры-профессионалы. В новых условиях от спортсменов ждут новых достижений. У нас будут лучше результаты, намного лучше. Мы очень рады тому, что это здание все-таки построили, потому что все-таки больше места, больше детей начнут заниматься. Все-таки это какой-то большой плюс к спорту. Помимо новых спортсооружений, в 2016 году появилась и новая хоккейная команда под названием «Чубаксары», которая уже сумела полюбиться зрителю и показать свой богатырский характер и настрой на победу. Не отстает от них и баскетбольный клуб «Чубаксарские ястребы». Цель обеих команд – войти в четверку лучших на всероссийских соревнованиях текущего сезона. 2017 год обещает быть не менее насыщенным спортивными событиями. Древние китайцы говорят так. Кто не делает шаг вперед, тот делает шаг назад. Поэтому если мы будем просто говорить о том, что давайте мы сбережем то, что у нас есть, и оставим это, может быть, это будет шагом вперед, но я думаю, что нужно продумать какие-то мероприятия. У нас есть, в общем-то, задумки. Это не значит, что давайте мы откроем еще несколько команд по другим видам спорта, хотя мы тоже нарабатываем такие моменты. Чем запомнится нам 2017 год – пока загадка. Будем разгадывать ее вместе с вами, телезрители. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова